Здравствуйте, уважаемые слушатели курсов «Интеллектуал». Мы с вами продолжаем изучение русского языка и переходим к изучению раздела «Синтаксис словосочетания» и «Простого предложения». Я надеюсь, что материал видеолекции поможет вам успешно подготовиться к лингвистическим олимпиадам и творческим конкурсам. Термин «синтаксис» в переводе с древнегреческого означает «составление», «соединение». В языкознании он приобрел несколько значений. Область грамматического строя языка, которая охватывает разнообразные языковые конструкции, образующиеся по определенным правилам соединения слов, от словосочетания до текста. Раздел грамматики, в котором изучаются указанные языковые конструкции. Конкретный раздел синтаксического строя или синтаксической науки, например, синтаксис словосочетания, синтаксис простого предложения, синтаксис сложного предложения. С первыми двумя разделами мы сегодня с вами познакомимся. В науке о языке окончательно утвердилось понимание языка как целостной стройной системы, включающей в свой состав разнообразные и взаимосвязанные единицы. Современные методы исследования привели к возникновению учения об уровнях языка, о ярусах языковой системы и об отдельных единицах того или иного уровня. Под термином «уровень» понимается один из аспектов, ярусов, одна из подсистем языка как части целого. Язык рассматривается не в одной плоскости, а объемно в пространстве, во взаимосвязях его частей. Кратко остановимся на отдельных уровнях языка. Низшими единицами низшего уровня выступают звук и фонемы. Фонемой может быть назван только тот звук, который выполняет различительную функцию. Лексико-семантический уровень языка – это более высокий языковой уровень. Слово как единица этого уровня представляет собой звук или звуковой комплекс, наделенный лексическим значением. Более высоким является морфологический уровень. Его исходной единицей является морфема. Высшей единицей морфологического уровня следует считать словоформу. Словоформы могут быть зависимыми и независимыми. Зависимые словоформы обусловлены потребностями соединения слов в словосочетании и предложении. Это означает, что парадигматические изменения слов зависят от синтаксических условий. Уже на морфологическом уровне сочетаемостные свойства словаформ во многом предопределяются потребностями синтаксиса. Синтаксис называют высшим уровнем языка. Высшим он является потому, что синтаксические единицы сложнее по своему строению, чем единицы низших уровней. И потому, что этот уровень выше других в функциональном отношении. Фонетика, лексикология, морфология передают свой материал в распоряжение синтаксиса. Предлагают синтаксису весь инвентарь своих единиц. А синтаксис используют их для цели общения, для выражения и формирования мысли. Слова с их звуковой оболочкой, с их многоплановой семантикой приобретают реальную коммуникативную ценность только во власти синтаксиса. Синтаксис, как раздел языкознания, изучает строение и семантику синтаксических единиц, определяет место этих единиц в процессе общения с точки зрения их коммуникативной значимости. Единицы синтаксиса характеризуются значительным разнообразием и существенными различиями. Синтаксические единицы находятся в своеобразных и иерархических отношениях, поскольку более простые из них являются основой для образования более сложных единиц. С учетом традиционных и новейших подходов можно выделить следующие единицы синтаксиса, на освещении которых мы кратко остановимся. Обратимся к слайду. Синтаксическая форма слова соотносится с понятием словоформы в морфологии. Морфологическая словоформа – это единица морфологического уровня. В совокупности словоформ образуют парадигмы. Набор этих форм закрепляется в языке, подчиняясь общим правилам склонения или спряжения слов. Так образовались современные морфологические ресурсы. Синтаксическая форма слова существенно отличается от морфологической словоформы. Для говорящего важен выбор данной формы, но его не интересует после этого свойство всей парадигмы. Синтаксическая форма слова в качестве строительного материала использует для себя морфологические словоформы в сочетании со служебными словами или без них. К сфере синтаксиса словоформы относится все, что связано с синтаксическим поведением, собственно, форм слов, то есть их строевыми свойствами и системой функций. Известно, что синтаксические возможности словоформы чрезвычайно многообразны. Она выступает в роли распространителя слова и, следовательно, члена предложения. В роли обязательного компонента структурной схемы предложения, в роли распространителя этой схемы в целом или отдельных ее частей. Наконец, в роли позиционного эквивалента словосочетания в строе предложения или позиционного эквивалента предложения в строе контекста. Так, например, словаформа «к чаю», распространяя слово «печенье», участвует в формировании словосочетания «печенье к чаю». Она может занимать место второстепенного члена «это печенье» «к чаю» или распространять предложения в целом. К чаю она любит хорошее печенье. В диалоге или в сложном целом эта же форма выступает как позиционный эквивалент предложения. «Зачем ты купил это печенье?» «К чаю» или «Купил печенье». «Она еще вчера просила» «К чаю». Словосочетание – это синтаксическая единица более высокого уровня. Она строится в минимум из двух синтаксических форм слова, но может включать и большее их число. Так, словосочетание «играть в шахматы» состоит из двух словоформ, а словосочетание «послать письмо родителям из далекого города» включает в себя пять форм. В любом словосочетании обязательно имеются структурная организация компонентов и синтаксические связи и отношения между ними. Словосочетания служат материалом для построения предложений. Член предложения – это синтаксическая единица, которая выделяется по логико-грамматическим основаниям, то есть с использованием логических вопросов. Кто? Что? Что делает? Где? Куда? Как? Член предложения – это понятие не грамматическое, а логическое. Член предложения строится на основе синтаксической формы слова или цельного словосочетания. Например, в углу стоит шкаф красного дерева. В этом предложении три члена предложения представлены синтаксическими формами слов. В углу стоит шкаф. И один член предложения построен на основе словосочетания «красного дерева». Простое предложение – это синтаксическая единица более высокого порядка, чем предыдущие. Это единица коммуникативная, выражающая полновесную информацию. С конструктивно-синтаксической точки зрения простое предложение обычно состоит из совокупности синтаксических форм или словосочетаний. С логической точки зрения простое предложение представляет собой набор членов предложения. Во время переправы волна захлестнула через борт низкосидевшей лодки. По пояс окатила меня мутной водой. Общим свойством единиц любого уровня является их способность к сочетаемости. Это свойства, присущие синтаксическим единицам. Формы слов и члены предложения существуют не сами по себе, не изолированно, а в окружении, во взаимодействии с себе подобными и более крупными единицами. Они структурно входят в словосочетания, в простые и сложные предложения, в сложное синтаксическое целое. Синтаксическая конструкция это синтаксический блок, состоящий из нескольких языковых единиц, находящихся в определенных структурно-семантических отношениях, в отношениях структурно-семантической организации. Малая Родина, совершить подвиг, отчаянно бороться, в нашу гавань заходили корабли. Чтобы Россия была всегда с вами, возьмите по горсточке русской земли. Синтаксическая конструкция может иметь однословный характер, если она выражает законченную мысль, являясь высказыванием. Ночь. Сыро. Скучно. Да. Нет. И так далее. Не всякое соположение единиц говорит о наличии синтаксической связи. Так, в предложении «Я к вам» две синтаксические формы расположены рядом, но между ними нет синтаксических связей, так как они не связаны по смыслу. Если между единицами есть смысловая связь, то неизбежно прослеживается и связь синтаксическая. В словосочетании «толстая книга» оба слова связаны по смыслу. Первое слово обозначает признак предмета, названного вторым словом. Поэтому формы и связаны синтаксически. Сочинительная связь отражает равноправие объединяемых единиц, когда каждая из них занимает одинаковое положение по отношению друг к другу и к образуемому целому. Сочинение – это связь формально однотипных и равноправных элементов в синтаксисе. Диапазон сочинительной связи широк, так как она отмечается в сочетаниях словаформ, в простом и сложном предложении, на уровне текста. Подчинительная связь является более сильной связью, чем сочинительная. Она характеризуется влиянием синтаксически господствующего компонента на зависимый компонент. Подчинение как тип связи более прочно, чем сочинение. Оно направлено от подчиняющего компонента к подчиненному. Эти свойства подчинительной связи проявляются в словосочетании, в простом и сложном предложении, в тексте. Разноструктурные или разнооформленные синтаксические единицы способны выражать те или иные грамматические значения, которые называются синтаксическими значениями. Синтаксические значения носят более отвлеченный характер, чем другие виды языковых значений. Так, пространственные значения выражают следующие синтаксические формы слов «вдали», «в льез», «на берегу», «около дома». Синтаксическими значениями обладают члены предложения, семантика которых складывается под влиянием смысла синтаксических форм на уровне синтаксических связей с другими словами. Синтаксис изучает синтаксические единицы, синтаксические связи и отношения между единицами и их компонентами. Синтаксические связи, значения и отношения выражаются в русском языке специфическими способами. Способы выражения связей, значений и отношений называются синтаксическими средствами русского языка. Исследование синтаксических средств является одной из основных задач синтаксиса как раздела языкознания. В наборе и взаимодействии синтаксических средств отражается национальная специфика русского синтаксиса. Все синтаксические средства имеют своеобразное формальное воплощение, характеризуются протяженностью во времени и пространстве. В русском синтаксисе имеются следующие синтаксические средства. Флексии. Их важная роль в синтаксисе обусловлена тем, что русский язык является флективным. Он характеризуется флективным богатством и многозначностью флексий. Благодаря флексиям образуются синтаксические формы слов. Флексии связывают стержневые и зависимые компоненты словосочетаний и выражают синтаксические отношения между ними. Например, осенний закат, огни города. Предлоги. Их роль заключается в том, что они наряду с флексиями образуют многообразные синтаксические формы слов, существенно уточняют синтаксические значения форм, участвуют в формировании структурных компонентов словосочетаний, разнообразных членов предложения. Например, Предлог нередко выступает ярким дифференцирующим средством при одних и тех же морфологических формах, формах с одной флексией, уточняя конкретную семантику слов и словосочетаний. Союзы и бессоюзы будут рассмотрены в следующей лекции, посвященной сложному предложению. А мы с вами обратимся к интонации. Интонация. В синтаксисе интонация является универсальным средством при оформлении простых и сложных предложений, сложного синтаксического целого. Интонация обычно сопутствует другим синтаксическим средствам. Обычно велика роль интонации при формировании простых предложений по цели высказывания, по эмоциональной окраске при построении бессоюзных сложных предложений. Что важнее, слова или дела? Сколько в юг отсвистело и гроз? Порядок слов. Порядок слов компонентов и синтаксических единиц может играть роль синтаксического средства в отдельных типах словосочетаний при выделении членов предложений, когда производится грамматическое членение простого предложения, имеет особую важность. В предложениях с разным порядком слов по-разному выделяются члены предложения. Дом загораживает дерево. Дерево загораживает дом. Богатый арсенал синтаксических средств русского языка помогает строить разнообразные по форме и содержанию синтаксические конструкции некоммуникативного и коммуникативного плана, конструировать близкие по семантике и разные по структуре предложения. Словосочетание – это объединение двух и более слов на основе подчинительной связи, обозначающая единое, но расчлененное понятие о сложном предмете действительности. Словосочетание не содержит законченные мысли и не является единицей общения. Оно, как и слово, выполняет номинативную роль, то есть роль называния различных компонентов действительности, предметов, действий, признаков, состояний. Но при этом словосочетание выполняет эту роль, выражая более детализированную информацию, чем слово. Очень важно знать единицы, которые не являются словосочетаниями, хотя и разно оформлены, не относят к словосочетаниям. Сочетание подлежащего и сказуемого. Например, дети веселились. Эта единица является простым, нераспространенным предложением. Сочиненные сочетания, например, «желтый» или «ловый». Единицы в этой структуре связаны отношением синтаксического равноправия. Составные грамматические формы. Самый красивый, более длинный, в течение дня, будем мечтать. Однако составные формы и фразеологизмы входят в словосочетания, как его компоненты. Самый красивый цветок. Это словосочетание состоит из двух компонентов стержневого, цветок и зависимого, самый красивый. Работать в течение дня. В словосочетании два компонента. Стержневой – работать, зависимый, в течение дня. Бежать, сломя голову. Стержневой компонент. Бежать, зависимый, сломя голову. Также два компонента. Слова в словосочетании объединены с синтаксической связью. выделяют три типа подчинительной синтаксической связи. Согласование – это тип синтаксической связи, при которой форма зависимого слова принимает общие для нее и для главного компонента формы. При изменении формы главного слова меняется форма зависимого. Управление – это такой тип связи, при котором падеж зависимого слова определяется стержневым компонентом. При этом виде связи форма зависимого слова не изменяется при изменении формы главного компонента. Примыкание – это тип связи по смыслу. Зависимое слово представлено неизменяемой частью речи или неизменяемой формой слова. Синтаксическую подчинительную связь определяют, опираясь на грамматические свойства зависимых компонентов, но не на вопрос. Например, срезанная роза – согласование, юбка в клетку – управление, желание уехать – примыкание. В трёх словосочетаниях связь разная, хотя в каждом из них зависимый компонент отвечает на один и тот же вопрос. Сравним ещё две конструкции. Увидел её – увидел кого? Её – это управление. Её глаза – глаза чьи? Её – это примыкание. Выявляя синтаксические отношения в словосочетании, полезно опираться на существование синонимических словосочетаний, разных по строению, но близких по типовому значению. Сцена театра – театральная сцена. Работать с увлечением – увлечённо работать. Знание синонимических возможностей словосочетаний помогает при синтаксическом разборе предложения. Синонимические преобразования помогают определить тип синтаксических отношений. Например, пожар в лесу – лесной пожар. Изучение истории – изучать историю. Мечта о подвиге – мечтать о подвиге. Этот приём не работает в тех случаях, когда синонимическая замена невозможна. Начальник – цеха. Берег – пруда. Однако очевидно, что если словосочетание, не имеющее синонимического трансформа, входит в группу словосочетаний с тем же типовым значением и строением, то оно обладает теми же синтаксическими свойствами. Иными словами, наличие синонимических пробелов погашается фактом существования исходных моделей. Например, берег моря – морской берег, старшина роты – ротный старшина, луч солнца – солнечный луч. Подлежащее – это главный член предложения, обозначающий предметы, отвечающие на вопросы «кто?», «что?». Морфологической формой выражения подлежащего является, как правило, именительный падеж существительного или местоимения. В роли подлежащего может выступать любая часть речи, употребленная в значении существительного. Подлежащее может быть выражено именем числительным. Неопределенная форма глагола, выполняющая функцию названия действия состояния, также может выступать в роли подлежащего. Функцию подлежащего могут выполнять цельные по значению сочетания – лексически или синтаксически неразложимые. К ним относятся сочетания собирательного-существительного, имеющие количественное значение, с существительным или местоимением в родительном падеже. Количественно-именные сочетания. Это могут быть сочетания со значением целого количества, как в нашем примере 4 человека, приблизительного количества, например, около 4 дней, более 2 часов, или же количественные именные сочетания со значением неопределенного количества. Несколько дам, много часов. Сочетание прилагательного или числительного или местоимения в именительном падеже и существительного или местоимения в родительном падеже с предлогом «из», так называемое словосочетание со значением избирательности. Сочетание неопределенного местоимения с именем прилагательным. Сочетание существительного в именительном падеже и существительного в творительном падеже с предлогом «с», так называемые сочетания со значением совместности, сочетание инфинитива с именной частью речи, устойчивое сочетание слов, научные термины. Сказуемое обычно поясняет подлежащее и обозначает то, что говорится о подлежащем. Сказуемое отвечает на общий вопрос «что говорится о подлежащем?». Его можно уточнить вопросами «что делает предмет?», «каков предмет?», «что такое предмет?», «кто он такой?». Выделяют разные типы сказуемого. Простое глагольное сказуемое выражается формой какого-либо наклонения. Это сказуемое всегда однокомпонентно. К простым глагольным сказуемым относятся выраженные фразеологическими сочетаниями, так как им присуще цельное единое значение. Составное глагольное сказуемое состоит из двух глаголов – вспомогательного глагола, выражающего грамматическое значение, и неопределенной формы глагола, выражающей основное смысловое значение всей конструкции. В качестве первого элемента употребляются фазовые глаголы, то есть глаголы, обозначающие фазу действия, модальные глаголы со значением желания, возможности, глаголы, выражающие эмоции, краткие формы прилагательных, фразеологические сочетания. Вторым компонентом является инфинитив. Артист начал петь. Начал петь. Сказуемое двухкомпонентно состоит из фазового глагола в сочетании с инфинитивом. Я не могу тебе помочь. Сказуемое «не могу помочь» состоит из модального глагола в сочетании с инфинитивом. Ученик боится ошибиться. Боится ошибиться. Сказуемое двухкомпонентно и представлено эмоциональным глаголом в сочетании с инфинитивом. Хозяева рады встретить гостей. Сказуемое «рады встретить» состоит из краткой формы прилагательного и инфинитива. «Он имел желание работать». Сказуемое также двухкомпонентно представлено фразеологическим сочетанием плюс инфинитив. Составное именное сказуемое также двухкомпонентно, но представлено по-другому. Оно состоит из глагола «связки», выражающего грамматическое значение сказуемого, и именной части, выражающей основное смысловое значение. В роли связки могут выступать Во-первых, глагол «быть» в разных формах времени и наклонения. Глагол с ослабленным лексическим значением, частично выражающий вещественное значение сказуемого. Глагол со значением «действие», «состояние», «движение», способный выступать в качестве сказуемого. Нулевая связка, материально невыраженная и служащая показателем настоящего времени изъявительного наклонения. В роли именной части выступают существительные, прилагательные в полной и краткой форме, причастия в полной и краткой форме, числительные, местоимения, наречия, междометия, фразеологизмы, неделимые словосочетания. Примеры представлены на слайды. Помимо указанных видов сказуемого, есть в русском языке и сложные сказуемые. Например, она не могла согласиться выйти за него замуж. Его суждение продолжало быть справедливым. При выделении членов предложения необходимо обратить внимание на порядок слов. Славная осень. В этом предложении мы можем выделить только подлежащие. И эта конструкция представляет собой односоставное назовное предложение. Осень славная. Это предложение двусоставное. Подлежащая осень, сказуемое славное. Уже осень. Это тоже двусоставное предложение. С подлежащим осень и нулевым сказуемым. На наличие сказуемого указывает обстоятельства. Член группы сказуемого. Между словами уже и осень отсутствует синтаксическая связь. Значит, есть нулевой компонент. Мы с вами говорили о том, что подлежащее может быть выражено инфинитивом. И сказуемое может быть выражено инфинитивом. Инфинитив может быть компонентом составного глагольного сказуемого. Но этим роль инфинитива не исчерпывается. Он может быть любым членом предложения, включая второстепенные члены. Поэтому инфинитив занимает особое положение в кругу глагольных форм. Инфинитив в роли подлежащего является независимым. Он стоит на первом месте в предложении и интонационно отделяется от сказуемого. Он называет независимое непроцессуальное действие, характеристика которого содержится в сказуемом. При этом в нем, как правило, заключено определяемое понятие, о котором высказывается какое-то суждение. Жить значит работать. Играть в хоккей – его главное увлечение. Создавать счастье – это высокий труд. Считать чужие доходы – дело неблагодарное. Все преувеличивать было его страстью. Инфинитив подлежащего может занимать постпозицию, если стоящий в начале предложения второй главный член имеет оценочное значение. Самое страшное в нашей работе – остановиться в своем росте. Его делом было опекать младших и заботиться о старших. Напрасный труд – удить без крючка и учиться без книги. Если при одном из главных членов есть связка «это», ее наличие указывает на то, что перед нами сказуемое, а инфинитив является подлежащим. Это против нашего закона – поминать старое. Самый это доступный способ возвысить себя в своих глазах, другого унизить. Какое это счастье – уважать родителей. Иногда при определении главных членов решающим оказывается порядок слов. «Стать моряком – его мечта» или «его мечта – стать моряком». Инфинитив подлежащая, как и инфинитив сказуемая, может включать зависимые от него слова, если один глагол не передает весь смысл высказывания. Нередко это встречается в пословицах и афоризмах. «У вора воровать – только время терять, дурака учить – что мертвого лечить, песню играть – не поле орать, ничего не делать – тяжелая работа, дом вести – не бородой трясти, чай пить – не дрова рубить, о решенном говорить – только путать». Трудность может возникнуть, когда инфинитив сочетается со словами на «о». И в этом случае, конечно, порядок слов нас выручает. Если инфинитив стоит на первом месте в предложении, а дальше следует слово на «о», перед нами двусоставное предложение с подлежащим инфинитивом. Например, «спорить с ним было бесполезно». «Шутить с либерализмом опасно». Перестановка инфинитива на второе место после слова на «о», являющегося в этом случае категорией состояния, превращает предложение в безличное. «Бесполезно спорить с ним». «Непросто было добраться до работы, в этот день из-за метели». «Опасно шутить с либерализмом». Наличие при инфинитиве слов категории состояния «надо», «нужно», «необходимо», «можно», отрицательного слова «нельзя» и других говорит о том, что это сказуемое без личных предложений, независимо от порядка слов. «У вас тут можно заблудиться». «Спрашивать об этом было нельзя». «Надо найти другое решение». Независимый инфинитив может выступать в роли сказуемого в односоставных инфинитивных предложениях. В школьных учебниках они рассматриваются как разновидность безличных конструкций. Главный член – независимый инфинитив. «Не видать вам больше удачи». «Поднять паруса». «Всем приготовиться». «Молчать». «Не возражать командиру». «Кого ж любить?» «Кому же верить?» Такие конструкции носят чаще всего приказной характер и отличаются категоричностью высказывания. Наиболее частотным является употребление инфинитива в составном и глагольном сказуемом. Составное и глагольное сказуемое имеют две части – вспомогательную и основную. Первая передает грамматическое значение наклонения, времени, лица, числа, рода. Вторая – основное лексическое значение. Вспомогательный глагол может иметь фазисное значение. Начали собираться, продолжала рассказывать, перестал пилить и употребляется с инфинитивом только несовершенного вида. Другие значения – модальные – возможности и невозможности действия, долженствования, волеизъявления, желательности, субъективно-эмоционального характера, оценки степени обычности действия. При наличии двух глаголов оба входят в состав глагольного сказуемого, если действия относятся к одному лицу, субъекту действия. Например, чины людьми даются, а люди могут обмануться. Если же действия совершают разные лица, тогда инфинитив не является частью составного глагольного сказуемого, а выступают в роли второстепенного члена. Например, брат просил Павку приехать во что бы то ни стало. Брат что делал? Просил. Просил о чем приехать? «Строжайше б запретил я этим господам на выстрел подъезжать к столицам». Я что сделал? Запретил. Запретил что? Подъезжать. Инфинитив может выполнять функцию несогласованного определения. Обычно он поясняет существительное с модальным значением возможности, необходимости, желательности, волеизъявления. Например, решение отказать, боязнь ошибиться, необходимость встретиться, желание помочь. Реже инфинитив определяет отвлеченные существительные с другим значением. Манера спорить, удовольствие поохотиться, мысль поехать, отказ подчиниться. Например, «Только надежда спасти сына поддерживала ее». Надежда какая? Спасти. «Им руководило стремление выяснить истину». Стремление какое? «Выяснить». И так далее. Инфинитив является дополнением, если спрягаемый глагол имеет полноценное лексическое значение, а действия глаголов относятся к разным лицам. «Я прошу вас говорить по существу дела». «Я прошу о чем говорить?» «Отец учил меня ходить на лодке с шестом». «Учил чему?» «Ходить». «Царь изволил приказать нам тебя к нему позвать». «Приказать что?» «Позвать». В этих примерах действия глаголов относятся к разным людям, поэтому инфинитив не входит в состав сказуемого. «Значительно реже встречаются случаи, когда инфинитив-дополнение обозначает действия того же субъекта. Вчера мы договорились поехать на дачу». Однако данный инфинитив «поехать» не прикрепляется ни к фазовому, ни к модальному, ни к эмоциональному глаголу, поэтому входит в систему второстепенных членов. «Договорились о чем?» «Поехать». Инфинитив может быть и обстоятельством цели. При этом действия глаголов также относятся к разным лицам. Например, «Летом и осенью мы ездим за каму собирать грибы». Ездим с какой целью? «Собирать». «Путники расположились у ручья отдыхать и кормить лошадей». «Расположились с какой целью?» «Отдыхать» и «Кормить лошадей». Итак, рассмотренные нами случаи показали, что инфинитив может употребляться в роли любого члена предложения. Завершая наш разговор о словосочетании и простом предложении, обратить ваше внимание на следующее. В предложении мы говорим не только о грамматике, но и о логике. И второстепенные члены выделяются на логика в синтаксическом уровне. Будьте внимательны к загадкам синтаксиса, и, я надеюсь, наша лекция поможет вам их раскрыть. Спасибо за внимание.